Все мы любим фильмы с непредсказуемой развязкой, то есть такими фильмами, конец которых невозможно разгадать, конец которых нас шокирует и заставляет еще долго трепетать сердце, выходя из кинозала. К таким фильмам, безусловно, относится фильм «Престиж» режиссера Кристофера Нолана или же «Помню», до сих пор «Помню», как это тавтологически бы не звучало, что при просмотре этого фильма, а особенно его концовке, челюсть была где-то в районе пола. Ну и также «Остров проклятых» режиссера Мартина Скорсезе. Все эти фильмы надолго влезаются в память и становятся мировыми шедеврами кинематографа. Предлагаю вашему вниманию этюд с непредсказуемой развязкой. Этюд этот составил шахматный композитор Горгиев Тигран Борисович в 1928 году. Посмотрите, друзья, внимательно на доску. У нас на доске идет борьба двух ладей, которые расположены по полям G2 и А7, против двух коней, которые расположены на полях H8 и Е2. У черных, как мы видим, есть также в запасе три проходных пешки, одна из которых вот-вот превратится в ферзя, а у белых также есть достаточно существенный козырь – проходная пешка по вертикали B. Задание звучит так. Белые начинают и выигрывают. На первый взгляд кажется, что задание достаточно сложно выполнимое, поскольку пешка С вот-вот превратится в ферзя. Всем привет, друзья! С вами Олег Саламаха, и после такого необычного вступления мы с вами теперь действительно окунемся в мир прекрасного. Первый ход белых, конечно же, вынужден. Белые вынуждены стать ладьей на вертикаль G, то есть спуститься на поле G1, чтобы предотвратить появление черной пешки на поле C1. При этом, как мы видим, белые жертвуют свою ладью на поле G1. Ну, у черных также нет выбора. Им надо забирать. Конь бьет G1. Король B2. Таким образом, белые успевают уничтожить черную проходную пешку. Конь E2. Теперь угрожает C1 ферзь. Король бьет C2. Конь D4 шах. А вот теперь белые могут запросто ошибиться. Казалось бы, логичный ход король D3 с нападением на коня приводит всего лишь к ничьей. Черных выручает ход конь C6, захватывая поле B8 и не давая пойти туда ладье. Если сыграть ладья А8, то черные просто выводят второго коня, получая эншпиль, конь и две пешки против ладьи, который будет ничьей. Поэтому белые играют ладья А6. У черных нет выбора. Надо играть конь B8, ладья А8. И теперь черные, благодаря неправильному ходу король D3, спасаются двумя способами. Первый способ это конь D7. Дело в том, что угрожает конь C5 шах и конь бьет B7 вилка. Одновременно черные держат поле B8 под контролем. Поэтому ладья D8 здесь не помогает, потому что конь C5 шах и конь бьет B7 сыграют черные. Остается сыграть ладья бьет H8. Тогда конь C5 шах и черные уничтожают пешку на поле B7 и причаливают к мирной гавани. Также после хода король D3, конь C6, ладья А6, конь B8, ладья А8, черных выручает еще один красивый прыжок коня, конь F7. Оказывается, что черные могут отдать одного из коней. Ладья бьет B8, но сыграть конь D6. После конь D6 привязываются черные к пешке на поле B7. Ладья никуда не может опасно отскочить, поскольку пешка на поле B7 потеряется. Например, король D4, тогда А4, король D5, и черные просто жертвуют коня за пешку. После конь бьет B7, ладья бьет B7, А3. Получается ничейное окончание с королем и пешкой против ладьи. Даже после король C6, А2, ладья бьет B5, король C3. Ничего у белых не получается, поскольку черные сразу же причаливают к мирной гавани. Итак, вернемся после король бьет C2. Давайте в самое начало, сначала этюда. Значит, ладья G1, конь бьет G1, король B2, конь E2, король бьет C2, конь D4, шах. И вот мы ложный след с вами посмотрели, король D3. На самом деле за белых выигрывает единственный ход король B2. Очень важно встать в оппозицию к черному королю и отнять поля А3, B3, C3. В будущем мы сейчас с вами увидим, к чему это приведет. Вот. Итак, у черных нет спасения, кроме как ход конь C6. То есть черные вновь хотят отдать коня за пешку. Ладья А6, конь B8, ладья А8. А вот теперь ход конь D7, который ранее выручал черных, теперь он уже не помогает. После конь D7, ладья D8, проблема в том, что конь C5 не идет с шахом. Короля на поле D3 нет, поэтому конь атакован. Далее белые просто ставят ферзя и выигрывают партию. Поэтому после хода ладья А8, черные пробуют последний шанс. Последние, можно сказать, схватаются за последнюю соломинку. Они играют конь F7 и после ладья бьет B8, конь D6. Применяют второй метод защиты. Привязываются конем к пешке на поле B7. Казалось бы, ладье некуда отскочить, опасно. Но на самом деле белые выигрывают как раз той самой непредсказуемой развязкой. Следует ладья D8 с нападением на коня на поле D6. У черных нет выбора. Надо забирать пешку на поле B7. И ладья D7. И вот здесь-то как раз и скрывается непредсказуемая развязка. Выясняется, что черный конь гибнет, поскольку поля D8 и D6 обстреливаются белой ладьей. А4 теперь уже не помогает, поскольку белые просто съедят коня и легко выиграют это окончание. Так как король их на поле B2 задержит все пешки черных. Остается только сыграть конь C5. И вот здесь-то как раз и следует тот самый красивейший сюрприз. Ладья D4 мат. Могли ли вы, друзья, представить, когда смотрели на начальную позицию, такую развязку? Блин, я так и знал. Пишите ваше мнение в комментариях. И если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Не забывайте также включать колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видео на моем канале. Так, например, чтобы посмотреть новые красивые этюды, которые я тщательно для вас подбираю. Играйте в шахматы, любите шахматы. Всем счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!